уважаемые любители рок-музыки мы приехали в парк горького на фестиваль искусств под названием горький в парке горького ну а где еще лучше расскажут о нашем знаменитом писателе горьком максиме как не в парке горького и кстати уважаемый любитель рок-музыки я хочу немного похвастаться но люблю я похвастаться но такой человек над фестиваль нас с моим продюсером лично пригласила руководство парка горького вот они выдают такой вот вип приглашение на картоне не просто билетик и там возле сцены предусмотрена такая вип-зона где уважаемые люди приходят и слушают концерт а вы спросите а почему тебя пригласили за какие такие заслуги а я отвечу но наша компания экспертный центр индекс много лет оказывают услуги по строительной экспертизе следят технодзор осуществлять за строительством и оказывают услуги по различным видам строительной экспертизы парку горького много лет поэтому мы конечно же дружим с парком горького вот поэтому нас и пригласили здесь будут выступать всякие артисты всякие музыканты их фестиваль будет длиться три дня вкратце расскажу не о том кто такой горький это знают наверное все от мала до велика а я расскажу о том что мне нравится у горького конечно же мне нравится его трилогия детства в людях и мои университеты это мне очень нравится очень хорошо написано таким ярким живым языком эмоции переданы прекрасно мне конечно нравится его песни знаменитые песни о соколе и песнь о буревестнике помните глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах и вы будете смеяться рок-группа влащук асд своем новом альбоме использовала этот образ упоминая о трусливых пингвинах у нас будет там песня поэтому не пропустите наши презентации которые начнутся 6 ноября в москве в клубе правда а потом в питере 16 ноября в клубе время n и далее по всей россии но я вернусь горькому еще конечно же мне нравится его легенда о данка потрясающе вот эти песни о соколе буревестнике легенда о данка они написаны белым стихом то есть без рифмы но это очень поэтично прозаично но очень поэтично сказано многие думают что поэзия кроется только в рифме нет существует еще стихи без рифмовые это и верлибр и белый стих вот это у него написано белым стихом он конечно знаменит еще и тем что он был соратником ленина многие люди хотят чего-то добиться ничего не делая в этой жизни вот горький яркий пример как он из никому неизвестного деревенского жителя стал великим писателем он работал с утра до ночи насколько я знаю будучи живя так по волчье он был корреспондентом одновременно трех или четырех газет журналистом и за два-три года он написал несколько тысяч статей представляете какая работоспособность но зато он выработал свой стиль набил руку и поэтому он уже приехал в москву с зрелым литератором хорошо поставленная письменной речью и поэтому уже стал здесь и драматургом драгоматургические его пьесы были очень популярны в москве и конечно же литературные произведения которые раньше мы все изучали в школе мать обязательно вот и вот эти песни о буревестнике соколе легенду от данка это мы все изучали старуха из зергиль вот ну а еще мы сюда приехали почему да потому что здесь сейчас будет давать концерт знаменитый оркестр виртоза москвы под руководством владимира спивакова то есть мы проехали попробовать и послушать настоящее музыкальное лакомство абсолютная чистота звука и там будет вокалисткой анна агулатова это сопрано из большого театра вот ради этого мы в том числе приехали сюда в этот прекрасный парк горького идем слушать и лакомиться настоящей музыкой высококлассной которая будет вот здесь на этой сцене и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок